Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 8 апреля, два дня меня не было. Я сейчас постараюсь, зайду в наши комментарии, постараюсь ответить на все вопросы. И так как меня два дня не было, я говорила, что я ездила на похороны. Я начну с того периода, на котором я остановилась про полезный совет и про всякие там... Так, вот до сих пор Елена Табак спрашивает, а почему никому не отвечаете? До сих пор находятся люди, которые даже не знают, что я отвечаю на вопросы. Я вот говорю, что отвечаю в специальном, есть плейлист ответа на вопросы, заходите. Возможно, там и на ваш ответ, ой, вопрос есть ответ. Потому что вы понимаете, что сидеть, печатать ответы в печатном виде всем, да еще в разгар сезона, когда у меня рассада, когда у меня посевы, я, конечно, не могу. У меня четко расставлены приоритеты. Рассада в первую очередь, а вот это вот печатание и ответы на вопросы уже во вторую очередь. Извините, конечно, но так поступит любой. Своя рассада все равно дороже. Я не могу ее бросить, мне надо ее поливать. Все, я быстренько утром отвечаю и иду работать. Вот Марина Котвицкая спрашивает, как поживает перец-колокольчик. Но тоже хочу сделать замечание, Марин. Специально. Я знаю, что многие интересовались колокольчиком. Специально в описании к видео я специально напечатала, что перец-колокольчик, который я хранила в подвале, он не пережил зиму, короче, он не восстановился. Но почему-то вы, посмотрев это видео, не прочитали и опять спрашиваете, как поживает перец-колокольчик. Я специально о судьбе колокольчика написала там. Но сейчас скажу еще раз, что, к сожалению, перец-колокольчик в подвале у меня не пережил. А вот оранжевый гном, который был дома на окне, пережил. Может быть, не надо было его в подвал спускать. Спрашивают, ведра покупали новые, когда я переваливала? Да, к сожалению, старых ведер мне купить негде. Я покупала новые, и, конечно, они дороговатые. Они стоят у нас 70 рублей. Вот эта 5-литровая ведерка за 10 ведер я отдала 700 рублей. Но я так посчитала, что мне их на всю жизнь хватит. Они же многократного использования. Так что пришлось отдать такие денежки. Ну вот про обрезание пишут. А если детерминатный сорт? У него рост ограниченный. Про обрезание. Но детерминатный сорт его обрезать никто и не думает. Он и так короткий. Мы говорим про обрезание, вот про вытянувшуюся рассаду. Обычно. И вот мне Анна тут написала опять комментарий. Есть такая женщина, которая вот на каждый моё видеоролик пишет такой неприятный комментарий. Обязательно что-то вот с какими-то подковырками пишет. Конечно, ещё бы в декабре посеяла, а потом косой коси. Это не исправление, а издевательство. Нужно всё вовремя сеять. Я ей пишу, Анна, вы после каждого ролика стараетесь написать неприятный комментарий. Слово не слышите того, что я говорю. Я же в видеоролике сказала, что это лишняя рассада, оставшаяся после высадки в теплицу. Я всегда сею на запас, в запасе. Вдруг там всякая кошка сломает, или там замёрзнет, или там погибнет. Я ей вот сказала, советую вам писать комментарий в более уважительном тоне. А сегодня она вообще написала. Снимает всякий бред только для лайков. Но это вообще, я вообще даже лайки не хожу, не считаю, никогда не проверяю. Если честно, мне не до этого. Но если человек так думает, значит он, наверное, сам такой. Пишет, вот вы выращиваете рассаду на продажу. Кто-то, ну, там не по-русски написано имя. Ведь вы не пользуетесь атлетом. Какое мнение об этом препарате? Вот я и сказала, что я никогда не обрабатываю, потому что, во-первых, это дополнительные затраты по времени. Это надо ходить в каждый, в каждый стаканчик. Вы видели, у меня море рассады. Это надо в каждый, в каждый стаканчик поливать. Это надо всё высчитывать. Но можно обойтись без этого. И я вот объясняю, что я просто рано не сею рассаду на продажу. Я рано сею только для теплицы, которой мне нужно именно вот такое количество. И я подбираю такие сорта, которые вот толстоногие не вытягиваются, а высокорослые не сею рано. И получается, что нет надобности атлетом пользоваться. Индетерминатные, рано просто не сеять, они не будут такие высокорослые. Я сею только для теплицы, вот какое-то определённое количество для себя. Вот пишет Виктория, что натворила, опрыскала от мошки рассаду средством из баллона. Всё пропадает, что быть. Как быть, может быть, можно спасти. Ну, смотрите, Виктория, там ещё есть один такой же комментарий. Тоже чем-то обработали и сожгли. Сегодня хочу рассказать про подкормки, чтобы были осторожны. И вам лично. Посмотрите, если точка роста у вас сохранена, опять же, про вот эту же участь томатов, даже если вот эти листья у вас сгорели, точка роста начнёт... То же самое, как я рассказывала про то, что если обломили томат, если даже обломили, он начнёт из пазух вырастать. А если точка роста у вас сохранена, то тем более он начнёт расти, если эти листья у вас пропадут и опадут, и засохнут, не бойтесь, он у вас обрастёт, и он будет у вас жив-здоров. Конечно, может быть, будет какое-то опоздание на неделю, но ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы вот эта макушка, верхушечка, точка роста была жива. Вы сейчас посмотрите, через 2-3 дня, если листья начнут новые нарастать, значит, он у вас ничего страшного не будет. Вот пишет, не знала, что листья салата такие пушистые. Но это не листья такие пушистые, это вот эти пушинки, как у одуванчика, которые помогают салату распространяться по всему участку. Вот сейчас дунет ветер, и вот этот вот пушок, он разнесёт эти семена. А когда мы собираем, мы же собираем вместе с пухом, потом вот так вот поширудим их ладошками, и пушинки сдуваю, они улетают, а семена остаются. Семена такие продолгователые, как морковный пух, это для распространения. Салат хочет заполнить весь участок, и если вы не будете убирать вот эти семена, он разлетится, и весной у вас будет салатовое поле. Я уже по себе знаю, что он самосевом прекрасно распространяется. Вот пишут про вяленые помидорки, что можно сложить пакет, положить в морозилку, отлично хранятся. Кстати, я вот 2 дня назад последние вот эти вот запечённые томаты по-провански съела в масле, которые были, ой, такие вкусные. На будущий год все сделаю вот такие, все томаты такие вырастут, сделаю так, не буду делать салонину. Они прекрасные, в них вот эта кислота убита, нет повышенной кислотности, и они такие вкусные. Мне очень понравился этот рецепт. Вот пишут опять вот про эти дырки-то. Это сколько ж надо банок, я высаживаю 100 корней, к тому же в лунку надо внести удобрение, перемешать, да ещё потом и банка мой. Но у меня банки все помыты ещё с осени. Нет, этот совет не для меня. Так всегда и происходит, вот кто-то посоветует, кому-то это подходит, кому-то нет. Ясно, что эта же женщина, вот которой зрительница написала, это же непринудительное, что, извиняюсь, мартышкин труд, а если томатик уродился чуть длиннее остальных, то так вот я, когда готовлю это место, у меня уже томаты, они уже готовые, и я знаю, какой он длиннее, не длиннее. Я сказала лично про свой опыт, мне это подходит, я этим советом воспользовалась. А если вам не подходит, ну и не надо, а зачем писать мартышкин труд для кого-то? Если вы считаете, как она с мартышками, я, например, не считаю себя мартышкой. Я сделала для себя, потому что мне это подходит. И я поблагодарила эту женщину, и многие говорят, что им тоже подходит. Если вам подходит, это не значит, что другим не подходит. Такие люди интересные. Но если этот вам совет не подходит, ну и зачем писать такой комментарий, ничего не подходит. Так. Вот. Суджу по себе интересно и понятно. Кому надо, понимают. Так, это вот. Верхушку помидор обрезаем и ставим в воду. Или как правильно? Да, верхушку обрезаем и ставим в воду. Так и есть. Так. Юлия Сазонова пишет. Хочу тоже попробовать с индентами, высадить супер ранее, но не в одну лунку, а между. Это лук Суворова. Ну, я уже поняла, что это не ракомболь. Ну, вот пишет другая зрительница, что этот способ вот про дырочки понравился. Пишет Елена Ольховская. Этот способ хорошо показан. На канале там это ее изобретение. Ну, это, наверное, не ее изобретение. Кто-то еще и до нее, возможно, изобрел. Потому что я думаю, что этим способом пользовались уже давно. Просто не было интернета, и люди не делились. И я больше чем уверена, что все это, наверное, когда-то уже кто-то делал. Так что тут принадлежность способа сложна. Кто первый рассказал, тот, наверное, и считается автор. Пишет Марина Шляхтич. Для раннего урожая в теплице я, видимо, много посадила в сокорослые, все крепкие. Я их могу нарезать, хоть посев был в феврале. Конечно, если у вас остаются лишние, то можно их нарезать, хоть когда они были посеяны. Ольга Ермакова пишет, что ведра можно спросить в отделах, где продают соленья из-под квашеной капусты и сметану на разновес. Кстати, вот ни разу не видела у нас сметану на разновес. У нас вот эти торговые сети, вся сметана фасованная продают. И из ведер квашеную капусту тоже ни разу не видела, что продавали. У нас в маленьких в таких контейнерах продают. Вот пишет Наталья Баженова правильно. Дорогие мужчины, отложите свои гаджеты, возьмите лопаты и идите копать. Не портите Ольге настроение. Вот тут Коля Пуздрань пишет. А кто вам сказал, что я с гаджетом? Короче, я не совсем поняла. Но, Коля, я думаю, что это не к вам относилось. Тут есть мужчины другие, которых она посылает копать. Мы видим, что вы и так копаете без всяких наших пожеланий. А тут вот сейчас выше посмотрим. Там есть такие мужчины, которым лучше покопать, чем писать вот такие комментарии. Иногда приходится углублять томаты, особенно переросшие. Тогда этот способ не подходит. Да, я еще раз говорю, что мне, я вот это сделала лунки под определенные томаты. Я уже сказала, что у меня здесь будут низкорослые, вот эти демедов, клуши, детерминатные. И я уже знаю, под что копаю. Именно у меня вот эти индивидуальные лунки. Конечно, под длинную переросшую рассаду эти лунки не подойдут. Я бы даже и не подумала так делать. У каждого своя ситуация. И все это индивидуально. Так, вот это вот. Ну, тут. Так. У нас в Тюмени, пишет Виктория Княжева. Он распространен, цветет красиво с синий-фиолетовым шаром. У меня целая грядка. Это вот про тот, который не арокомболь, а лук суворова. Так. И вот про него же опять, что. Зову его лук-чеснок, вкусная зеленка. Вот. Спрашивают, моете ли томаты для хранения. Искала видео на эту тему. Томаты для хранения я, конечно, не мою. Потому что, когда мы их моем, они намокают. И потом их, что, отдельно просушивать. Там, где сырость, там это может быть, начаться процесс гненения. Нет. Наоборот, укладываю сухими. Такие они есть, такие и укладываю. И потом уже, перед употреблением, уже мою. Вот опять пишет, интересно, но хочется заглубить при высадке. Но если хочется заглубить при высадке, вы сделаете, конечно, по-другому. Вот. А, это очередной мужчина. Слушайте. Арсений Листопадов. Вроде нормально, но какой же голос мерзопакостный, как у училки в средней школе. Сегодня мы будем проходить расположение теплиц на участке. Вот если зритель считает, что голос мерзопакостный, то, конечно, лучше ему здесь вообще ничего не слушать, нервы свои поберечь. Еще раз пишет. Ну и голос, просто не могу. Это вот наши мужчины, которым нужно покопать огород, как раз говорят женщины, чем писать такие комментарии. А я считаю, что не менее мерзопакостно это писать такие комментарии женщине, если ты мужчина. И вот еще один. Александр Сурдейкин. Слишком долго трындишь ни о чем. Это надоедает, и многие просто переключаются на другие ролики. Ну, Александр, я думаю, вас не должно волновать, переключаются люди на другие ролики или нет. У вас в вашей жизни ничего же не зависит от этого. Так, дальше идем. Вот это наши мужчины, о которых мы как раз говорили. И я всегда заметила почему-то, именно мужчины пишут вот такие комментарии, что их бесит. То ли они боятся, что женщины пальму первенства у них заберут. Все. Но все на этом придется остановиться, потому что... Так. Не могу... А, нет, поехали дальше. Вот смотрите, опять про это вот, когда я про этот способ, который женщина мне посоветовала, рассказала. Почему-то, я не знаю, или я непонятно рассказываю, или некоторые не понимают. Вот пишет... Не могу, кстати, прочитать. Но ведь отверстие под банки тоже надо подготовить. Какая разница? Время затрачено одинаковое. Если вы огородник, мне очень странно, что вы не понимаете. Или подготовить сейчас, когда есть свободное время. Или вот весной, в период массовой высадки томатов, когда мне надо высаживать томаты в теплице, надо высаживать перцы, надо сеять морковь, надо копать грядки в огороде, все это подготавливать. Есть разница. Или я потом буду скакать из теплицы в теплицу, надо и высадить там, и открытый грунт. Это у меня горячая пора. Или я сейчас, когда свободно, когда нет никакой высадки, сделаю. Вот я написала зрительнице, я не знаю, может быть у вас в это время, у меня это горячая пора, может быть у вас в это время, что... Вот видите, что с интернетом творится вообще. Время свободное, вам делать нечего, вы можете сразу все это сделать. У меня, например, вот так удобнее. Сейчас еще же нет никакой высадки, рассада уже вроде вся готовая. Я пошла, подготовила. И вот Дарина Бакашева пишет, напишите, пожалуйста, адрес магазина в виске, где можно купить вашу рассаду томатов, монгольский карлик. Я не поняла, с чего кто... Дарина взяла, что какой-то есть магазин, где продается моя рассада. Я ей хотя ответила, что никакого магазина нет, ни у меня нет, и я никуда не сдаю рассаду монгольского карлика. На продажу я не сеяла. И выращиваю рассаду я только под заказ. Кто в прошлом году у меня покупал, они заказывают на этот год, я им выращиваю. Я нигде не торгую, ни на рынке, ни в магазинах. Я не выращиваю в таком количестве рассаду, чтобы куда-то сдавать ее. Так, а вот Татьяна пишет, помогите. У меня случилась беда, решила подкормить по листве, обожгла все верхушки. Вот опять я про эту же ситуацию только что говорила. Ну, а тут советуют ей обрезать верхушку. Но я посоветовала посмотреть, есть ли точка роста цела. Вот именно самый-самый, там где зачатки, где вылазят новые листья. Если она цела, то ничего страшного. Обожженные листья, это конечно для него стресс, для растения будет задержка на неделю. Но они засохнут, могут отпасть, могут еще восстановиться. Но главное, что если точка роста цела, то томат обрастет. Он ничего страшного с этим не будет. Обычно, ведь вот эти здоровые, уже большие листья обжигаются. Так что вы можете еще спасти, даже не обрезая. Можете, если уж сильно там катастрофически. Вот половину, как по совету зрителей, обрезать, а половину подождать через вот эту, через макушку, когда обрастет. Надежда Красикова пишет, Олечка, у меня есть настоящий ракомболь, очень довольна им. А у вас с вашим уходом вырастет 100%. Живу на Урале, он у меня зимует. А вот некоторые говорят, что он не зимует, да, могу вам выслать. А мне ракомболь не понравился, пишет Елена Коломакова. Ни лук, ни чеснок на любителе. Людмила Богатыренко пишет, Переросшую рассаду можно обрезать и ставить в воду, чтобы образовались корни, но надо добавлять корневин или корнерост. Корни дают быстро, приживаются в грунте, дают отличный урожай. Делаю всегда так, супер урожай, подтверждаю. Но я вот корневин не добавляла, у меня так, но так вообще, если для ускорения, конечно, можно. Так, вот Ирина пишет, хочется совершать подвиги, скорее бежать на дачу. Люда Соколова пишет, Оля, а кусты не близко друг к другу? Вот про эти, где я дырочки показала. Вот это у меня те самые, я опять повторяю, я же вам говорила, что это вот те самые детерминатные, компактные сорта, которые для супер раннего урожая, которые, они у меня не будут разрастаться, я их даже буду ограничивать, 2-3 кисти буду оставлять. И к одному колу вот это все будет привязано. Вы можете делать расстояние любое, но у меня вот это по 2 томата в одну лунку, именно этот способ, поэтому они так и расположены. Елена Романова пишет, Ольга Павловна, как вы правы, если есть возможность, то надо выращивать, употреблять свою продукцию. А что продают на рынках и в магазинах, мы все знаем, это отрава, экология плохая, тоже желаю вам и всем людям крепкого здоровья, мира и доброты. Да, вот про эту экологию, потому что я вот в последнем выпуске сказала, у меня умерла подруга, страшно хоронить своих ровесников, как-то так становится не по себе. И еще такое лирическое отступление, сейчас несколько слов. Чувствуешь себя как-то не очень уютно, когда стоишь такой, вроде казалось бы, молодой, здоровый, относительно молодой среди всех своих ровестиков, здоровый. А такие же люди этого же возраста уже, кстати, от онкологии уже умирают, уходят и вроде чувствуешь себя как-то виноватым, что ли, вот почему она ушла, а ты тут стоишь и такой цветущий. Ну вообще все это так неприятно, я два дня не могла в себя прийти не очень. Очень много лет знакомы, все жили вроде в одинаковых условиях. И человек не знает до самого конца, не понимает ничего. Месяц назад все было нормально, а через месяц человека нет. Ладно, не будем об этом думать. Просто меня эти похороны сподвигли на то, что нужно идти, наверное, мало вести здоровый образ жизни, наверное, все-таки нужно идти обследоваться очень часто. Ну, каждый месяц опять не будешь, не знаю, меня это выбило как-то из колеи, это событие. Так, дальше пойдем. Несколько лет назад было очень модно китайский способ выращивания томатов. Отрезала корни у месячной рассады, выращивала новую и тоже решила попробовать. Поверьте на слово, урожай от такой рассады был очень хороший. Ранние кисти росли от земли. Это вот про обрезанную рассаду, что все, кто использовал этот метод, они все действительно говорят, что это хорошо. Я сразу говорю, что специально никогда не выращиваю для обрезания. Вот обрезаю только в случае необходимости. В прошлом году насадила лишние рассады, как всегда, я перестраховщица и для теплицы посеяла много. Высаживаешь обычно определенное количество, а эта вся осталась лишняя. Она очень переросла, и поэтому я ее обрезала. Но есть люди специально обрезают для того, чтобы кисти были пониже вот эти вот плоды, чтобы не высоко от земли. Вы знаете, что индетерминантные есть очень высокие, и когда они высоко, их неудобно обслуживать, и посынковать неудобно, и все. Некоторые специально их принижают к земле. Так. Так. Ну это вот просто благодарность. И вот про эти дырочки. Валентина Павловна, спасибо огромное, пишет. Вовремя делитесь таким опытом. Очень большая просьба. Чем заправили лунки? Тоже люблю. Такая же говорила. Я заправляла в этом году, буду заправлять двумя вариантами. Вот первый вариант буду заправлять суперфосфат и калийное удобрение, а второй вариант буду заправлять рыбной мукой и золой. То есть у меня одна теплица будет на минеральных удобрениях, а другая вот на таких, на, как сказать, на природных, что ли, на народные средства или органика, как их назвать, вот эту рыбную муку и золу. Ну, короче, без применения фабричных удобрений. Пишет Надежда, я лунки тоже делаю заранее, глубокие удобряю, поливаю, потом, где остается место, сажу зелень и высаживаю 10-15 мая. И зелень посажена, и лунки готовы. Так, про семена, как купить семена, я с 1 августа дам информацию о семенах, потому что до того, как семена не будут готовы, я ничего даже про семена не разговариваю, шкуру неубитого медведя, как говорится, делить не стоит. Когда выращу, и сейчас пока я занимаюсь выращиванием, когда выращу, когда будут готовы, тогда будет информация. Ну, это лук Суворова неракомбольный. Да, Оль, мы это уже выяснили, я уже поняла, что это неракомбольный. Но я не буду видео удалять, потому что от этого он не становится менее вкусным и полезным. Просто название изменю, наверное. Так, Валентина Панина, И вот про этот способ, вот про эти дырочки-то Марина Крашенина написала. Здравствуйте, я рада, что мой совет понравился. Честно говоря, подсмотрела про бутылки на канале у Зинаиды Осиповой. И вот Галина Афонина пишет, зачем присваивать чужое, это же у Зинаиды Осиповой. Ну, и тут такой диалог. Я пишу, что это же не важно, какая разница свое и чужое. Главное, чтобы это помогало нам, огородникам в нелегком нашем деле. Хорошо, что человек делится информацией, где бы вы ни увидели, где бы вы ни услышали, это не важно. Хорошо, что это стало достоянием. Вот, например, я не хожу по каналам, по каким-то там другим огородным, мне просто нет времени, мне хватает времени только вот свои комментарии эти почитать. И очень хорошо, что человек где-то увидел, а здесь рассказал, и узнает очень много людей. А Татьяна Новикова пишет, это опять про рокомболь, что мне это чудо продали в Агромаге, как розовый нарцисс. Вот еще одно название, оказывается, есть у этого растения, у чудо-растения. В результате выросла черемша, красивая, вкусная, в июне дают стрелку, вырастает красивый, огромный сиреневый шар, который очень любят бабочки. Вот это он и есть, вот этот, наверное, сиреневый шар, я потом вам его покажу, так красиво цветет. Оказывается, еще и можно его назвать розовый нарцисс. Странно. Как только именно зовут. Так. Это вот все благодарят нас за то, что вот совет, который нам зрительница прислала. Так, Маргарита Григорьева. А как же два растения в лунку, или так будут два вместе расти, а между колышек? Вот они и будут. Два томата расти вместе. Между ними будет колышек. Это вот уплотненная посадка. Два томата в одну лунку. Ольга Кукушкина спрашивает, можно сажать позднюю капусту так, где кассеты стоят в теплице? Кассеты в теплице стоят первое время, потом я выставляю их на улицу в открытый грунт. И эти кассеты с капустой, они холодостойкие, они прекрасно растут на улице. И за счет того, что они растут на улице, они не вытягиваются. Вот Галина Герасимова спрашивает, что в видео о золотом Кенигсберге у вас сидят по две штуки в одном лунке. Или по одной, по две. Потом про вытянувшуюся рассаду, а где видео, как такую рассаду пикируют? Это следующее, потому что у меня не было программы видеомонтаж, я не умела. И сначала я сняла вот это видео, а потом я уже сняла видео, как пикирую. И там оно где-то дальше есть. Вот смотрите, пишет Мария, обращаюсь к вам, потому что вы ближе всех по региону, подскажите, пожалуйста, в феврале набрасывали снег в теплицу, сейчас снег растаял, почему-то земля на грядках позеленела, что нужно сделать при перекопке, или она такая зеленая будет. Но это ничего страшного, у нас весной часто же вот это вот зеленеет, земля подергивается какой-то. Вы же все равно, наверное, будете делать какую-то обработку в теплице. Ну там кто-то поливает, есть как обеззараживание, как дезинфекция. Кто-то, если были болезни, даже медным купоросом поливает, кто-то марганцовкой, кто-то фитоспорином. А если что, можно просто перекопать. Я не думаю, что вот эта зеленая, как бы вот эта природная зеленушка, что она какой-то вред принесет. Многие видели весной, после вот того, как вот это все сойдет, бывает, зацветает земля, ничего страшного в этом нет. Вы должны обращать не на это внимание, а на то, были ли в прошлом году у вас заболевания в этой теплице, фитофтора. Если фитофтора была, то нужно обработать землю более жестко. А если болезни не было, то можно просто перекопать. Некоторые вообще обходятся без обработок. Это все у каждого в отдельном случае применяется свой как бы препарат или там средство. Кто-то просто кипятком проливает, как дезинфицируя сверху. Я вот видела много видео, просто растапливают снег на костре в какой-то бочке кипяток и вот поливают пленкой, закрывают. Это считается тоже дезинфекцией. Кто-то просто закрывает теплицы и вот за счет вот этого весеннего солнечного света там такая температура создается, что споры вот этой фитофторы погибают. Все время вышло. Вот последний раз про этот лук суворова. Тоже. Так, это тоже. И про препарат HB101, что идет сумасшедшая реклама от препарата. Ну вот многие говорят, что на розах он хорошо, это помогает. А другие люди говорят, что... И вот последний комментарий. Евгений Кичаев у нас очень много нашим зрителям дает таких грамотных, хороших комментариев. Не могу не прочитать. И на этом закончу. Суперфосфат будет доступен растениям только в следующем сезоне, при условии, что будет достаточно влаги, поэтому его правильно вносить осенью. Для быстрого фосфора его необходимо залить кипятком, настаивать сутки при частом помешивании. Да, вот это вытяжка из суперфосфата. Но если вы сейчас не заправите суперфосфатом, вытяжка из суперфосфата можно полить даже и после высадки растений в грунт. Да, она усвоится, она усваивается лучше. Как ее готовить, уже многие вот у меня приспрашивались. Я вам расскажу, как готовить эту вытяжку суперфосфата. Это более быстрый вариант, как снабжение наших растений им.